Здарова, как вы уже поняли, речь сегодня пойдет про нейросети. Ни для кого не секрет, они развиваются, и ты, наверное, с ними сталкивался, и они действительно повседневно нам помогают, а ученые постоянно там разрабатывают какие-то архивы, которые анализируют историю, звуки, композиторов, музыку. Да что уж там говорить, уже и пишут музыку. То есть сегодня речь пойдет именно про нейронные сети. Сегодня в ролике ты узнаешь, так ли важны нейросети в нашем мире, а в частности, в звуковой индустрии. На практике мы поймем, так ли они упрощают нам жизнь в работе. Попробуем написать музыку с помощью нейросети, и разберемся, так ли они хороши в постпродакшене. Ну а перед тем, как мы начнем ролик, я бы хотел попросить тебя, во-первых, подписаться на канал, во-вторых, у меня появился бустик, куда я начинаю потихонечку, наконец-таки, выкладывать свой опыт, практику, какие-то звуки, и поддержка нужна, конечно, именно твоя. А всех тех, кто подписался на меня и подписался, тем больше, на Бусти, получать доступ в закрытые чаты, в Дискорд-канале ты сможешь поставить себе роль. Ну то есть плюшек и бонусов, конечно же, от меня будет много. Также, конечно же, будут скидки на мои курсы, обучающие материалы, мастер-классы, поэтому обязательно поддержи меня, чтобы я делал крутые ролики, познавательные, интересные, практические. В общем, все зависит от тебя. Нейронные сети стали так называться из-за принципов работы математической модели, которую образует как раз-таки сеть нейронов. Их главная задача – распространять информацию по всему телу, используя электрический и химический сигнал. Они черпают ее из окружающей среды или организма, оценивают ее, думают, как отреагировать, а еще запоминают. По сути своей, принцип работы нейронных систем как раз-таки напоминает работу нашей нервной системы. В последние годы происходит настоящий бум применения нейронных сетей для облегчения повседневной жизни людей. И списки и возможности нейронных сетей постоянно расширяются, иногда просто поражают. В списке, где они уже себя зарекомендовали, это программирование беспилотных автомобилей, генерирование человеческой речи, придумывание названий логотипов, предсказание прогноза погоды, реставрирование старых фотографий, замена лиц актеров, распознавание речи по губам. Ну, короче, вы понимаете, то есть прогресс не стоит на месте, и нейронка работает уже практически везде. Когда первый раз я столкнулся с нейросетями, я задался вопросом, а так ли они хороши, и заменят ли они вообще нас с вами как композиторов. Если вообще искать в интернете работу именно нейросетей со звуком, очень много всякой разной информации, и в принципе она радует. То есть это анализ музыки, где проводят всякие разработки в плане анализа нот, да, самих композиций, плюс синтетический дубляж фильмов, разделение там аудиозаписи на вокал инструмент, спектральные там всякие анализы, и это не может не радовать. Я уверен, что это больше будет помогать, чем мешать нам. Кстати, сделать этот ролик вдохновил меня один из проектов. Это Лэти, над которым я работал, писал там музыку. Бля... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И там я познакомился с их проектом в виде памятника, который генерирует музыку с помощью нейронной сети. Он устроен таким образом, что ветер, который колыхает вот эти железные стебли, генерирует мелодию, которая берет заранее подготовленные сэмплы, запрограммированные, да, вот эта база, выбирает определенные кусочки и собирает новую мелодию, реагируя на колебания за счет ветра. Меня это очень впечатлило, и тогда я задумался, а когда же настанет такой день, где композиторы не будут в ходу, и музыка будет писаться за счет вот этого искусственного интеллекта. Но в целом, когда я работал над этим проектом, и еще тогда у меня сформировалось на самом деле мнение, что хлеб у нас никогда не отнимут, потому что нельзя сравнивать все-таки искусственный интеллект с душевным подходом написания той или иной музыки. БЛЯ... В этом проекте и в подобных я всегда стараюсь подходить к написанию, к погружению, непосредственно к созданию оранжировок с нуля. Хоть зачастую, когда мы там стучим на барабанах, это получается не самый лучший результат, но в то же время мы погружаемся в проект, ищем зацепки, ищем моменты, на которые стоит обращать внимание, и делать осознанные акценты, чего не скажешь об искусственном интеллекте. Как раз если вы досмотрите ролик до конца, я думаю, у вас тоже сложится впечатление, потому что дальше мы попробуем написать музыку за счет вот этих платформ, которые генерируют как раз-таки музыку на основе сэмплов наших, и у вас уже точно сложится мнение насчет этого. Но в любом случае обязательно напишите в комментариях, что вы думаете насчет нейросетей, и насколько они действительно полезны и помогают нам, или все-таки у вас есть страх, что когда-то наступит этот день, и мы останемся без клиентов, которые заказывают у нас музыку. Самое интересное, ребят, что все больше и больше нейросети включаются в продакшн непосредственно, то есть в плагинах самих появляются интересные возможности с точки зрения сведения, мастеринга и так далее. Порывшись в интернете, нашел вот такой вот плагин SmartEQ, посмотрим, что он умеет. После того, как закинул он дорожку, он предлагает room tour, скажем так, да, и предлагает оценить возможности, что тут есть у нас. Аналайсию сигнал, пресетики смотрю какие-то, да. Есть конкретно работа по стилистике, да, по мастеру, работа с голосом, с драмом, да, и то есть он анализирует, я так понимаю, наши сигналы и делает специфическую обработку непосредственно с конкретным стилем, да, то есть работа с голосом, работа с гитарой, пиано, и подгоняет наш микс. Интересная штука, давайте посмотрим, попробуем ее накинуть и поработать с каким-нибудь, к примеру, треком. Можно взять какой-нибудь мой трек интересный. Покажу прием, скажем так, который я, которым пользуюсь вообще без нейронных сетей, то есть это работа с эквализацией за счет матча Q, да, и зачастую мы хотим, к примеру, подогнать звучание под определенный трек, либо характер, либо проанализировать, да, и посмотреть, что у нас вообще там происходит. Я покажу пример на основе референсного трека, да, это Sleep группа. То есть у него есть определенный характер, да, по сведению, по звуку, волну видим. Как это работает? Изучаем, например, наш референс, да, кнопочка Learn. Дальше включаем наш трек и включаем кнопочку Cure and Learn. И нажимаем мачехил. И нажимаем мачехил. И на выходе получаем примерно такое же, да, звучание по АЧХ. Ну, то есть он подтягивает определенный спектр, да, понимает, что где просаживается, где наоборот выпирает. Такая же фигня есть с этим плагином. То есть он может автоматически это все делать. То есть нейронка прочитывает, смотрит. Не знаю, можно, наверное, добавить какой-то референс также, да. Но в целом он делает это все сам. Давайте послушаем. Ну, то есть, да, вот он прочитал, что у нас где-то выпирает нижняя часть, где-то просаживается верхушка. В целом это полезный плагин. Я считаю, что нейронные сети в данном случае использования, да, вот этих алгоритмов, конечно же, упрощают нам работу. И в целом это нужно изучать, смотреть. Поэтому такой вот плагин. Что касается написания аранжировок. Есть такая штука, как рефер. Ну, вообще, в целом я не очень люблю. Вот уже Саша рассказывал, да, про подобный плагин. Не очень люблю использовать их. Почему? Потому что эффект рандомизации, эффект написания последовательности определенной за счет этих алгоритмов, это всегда такой палец в небо, скажем так. И тут я больше использую, на самом деле, люблю использовать всякие арпеджираторы, да, касательно именно осознанного такого написания музыки. Но если мы хотим пофантазировать или вдохновиться, или у нас вообще идей никаких нет, есть, к примеру, задача написать какую-то линейку, рисунок, да, определенного инструмента, то мне кажется, это вполне интересная штука. Вешается она обычно как MIDI, да, то есть выбираем определенный инструмент и уже на MIDIFX кидаем соответствующий плагин от Audio Modern Refer. То есть у нас есть наша дорожка MIDI. Ну, давайте рандомно выберем какую-то и посмотрим, что он делает. Есть возможность выбрать тональность, определенную длину паттерна, поковыряться, поиздеваться, самому что-то пописать. Но в целом, как бы... Но в целом, это рабочая штука. Я же, опять же, повторюсь, использую арпеджиратор штатный, да, он всегда есть в любом DAF. И когда мы пишем, к примеру, линейку аккордов, да, либо последовательность определенную, опять же, мы можем не сами писать аккорд, а воспользоваться там хорд-триггером каким-то, да, который нам помогает выбрать, там, не знаю, такую штуку сначала. Вначале, конечно, аккорд, потом арпеджиратор. То есть, есть сразу какой-то контроль, да, понимание. Но в целом, как бы, если приноровиться и хочется именно писать в таком ключе музыку, тоже вариант, да, плюс вдохновение, он вроде тоже есть в доступе. А что же касается музыки, именно написание музыки нейросетью. Я не знаю, я посмотрел, поискал сервисы подобные, нашел такой сервис, как iVa. Ну, вроде симпатично звучит, и в любом стиле она делает достаточно неплохо. Мы попробуем загрузить свои файлы. Я написал изначально серию, тут от 60 секунд нужно загружать, да, я написал небольшую аранжировку, записал гитарку. Так, ну посмотрим, что она налепила такого вам интересного. Ну, шляпа какая-то. Послушаем еще вот эту демку сделал, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не знаю, по мне, как это все баловство, и давайте послушаем, что она сделает из нашего рок-трека. Его, кстати, можете послушать в ссылочке в описании. Так, ну что, момент X. Целиком трек не загрузился, пришлось 60 секунд прогрузить, и посмотрим, что получилось в итоге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вся эта фигня мне напоминает гитар про или как там, когда на миди мы учили, как играть по миди вот этим табулатурам, учили играть песни знаменитые. В общем, ну, не знаю, у меня нет слов, вы сами все слышали. Ну, короче, ребят, вы сами все увидели, делайте выводы сами. Мой вывод и вердикт таков, что это все на самом деле баловство, и прокачиваемся мы максимально, когда осознанно сами крутим ручки и решаем конкретные задачи, а не нажимаем одну кнопочку и получаем там вместо нашего там крика, войса соответствующий звук монстра. В любом случае, да, эти плагины решают задачи, да, особенно если сжатые сроки, помогают нам, но в целом я придерживаю все-таки мнения, что нужно делать все самому, своими ручками, чтобы мы прокачивали максимально наше видение, наше восприятие, наш слух и понимание, как решать ту или иную задачу, а не искать какие-то легкие пути. Но как метод для вдохновения, и чтобы понимать, на какой стадии у нас развиваются нейросети, то, конечно же, стоит за этим следить. Особенно очень хорошо сейчас нейросети зарекомендовали в себя в визуальной части, то есть это дизайн, да, какие-то обложки, картинки, чистка на фото там, на видео, и это, в принципе, да, упрощает, опять же, и в целом делает работу более комфортной. Ну, в общем-то, мне больше нечего сказать, я надеюсь, этот ролик был полезный, интересный для вас. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, также у меня, кстати, появился Яндекс, Дзен, и на всякий случай на него тоже подпишитесь, на случай, если YouTube нам прикроют. Ну, в любом случае, я думаю, знаете, где меня искать. Все, до скорых встреч, ребятки, не теряйте меня, с вами был Антон Бустер, всех обнимаю, пока-пока.